короче друзья приехали мы наконец 30 часов даже больше да ну примерно 30 часов в дороге были нажрались короче сосисок но нам мало стало мы еще купили сосисок от них также вот дудлю вот такую штуку делаем короче это тесто сосиска в тесте короче тесто покупаешь но отдельно заматываешь туда и конечно болин мы так отвыкли от наших продуктов я имею ввиду качество продуктов те же например хотя бы пример сосисок если в польше самые дешевые вкуснее но это нормально на пищеварение чем здесь не дешевые сосиски которые стоят там за килограмм нормально в принципе то в польше самые дешевые получаются лучше чем здесь дорогие вот на так конечно контраст честно скажу очень большой там заходишь в а тб там зашли нашел сегодня скупится в а тб какое-то все опять какие-то пожеванные бананы продаются на кассе просто там но забыл забрать короче как сказать свой тесто вот это который я покупал я что-то торможу потому что температура 34 градуса на улице забыл тесто мне продавщица такая молодой человек не спите но это свойственно в принципе нашим кассирам вы забыли вот вчера короче в поезде мы с юлей взяли билеты и вы какие были билеты взяли у нее получается был одиннадцатый вагон а у меня шестой у нее получается на нижней полке место у меня в шестом на верхней поэтому мы решили как бы сумки которые мы везем оставить у нее потому что ну внизу там как бы можно закрыть в этот ящичек мы заходим сначала в одиннадцатый вагон поезд опоздал на два часа то есть там остановка вообще минута где-то длилась мы забежали в бежали поезд сразу пошел поехал и короче говоря я же запахнул эти и думаю сейчас пойду по вагонам до своего до своего купе иду иду и тут натыкаешь между вагонами закрыта на ключ а там оказывается между вагонами то где-то на восьмой вагон это там св вагон какой-то там элитный правда честно это смешно смотрится когда это называют св элитный это очень днище знаете такой какой-то обитые стены ну то то же самое фактически да только обитые бархатом таким синим стены как знаете как гроб какой-то зеркало висит и занавески висят таким тоже голубым цветом то есть это св я думал св это там тебя диван телевизор санузел прям там никогда не думал св это такая херня хотя может не все у нас такие волны но короче говоря иду я начинаю подходить по поводу закрытых дверей к проводнику один проводник синий никакой вообще второй проводник второй проводник более-менее адекватный начинает звонить там кому-то чтобы не открыли мне в итоге через 10 минут она там просыпается додупляют что надо сделать открывает между вагонами дверь иду дальше еще одна дверь закрыта закрывают дверь мне объяснили потому что но часто ночью обкрадывают эти свои вагоны поэтому закрывают вот захожу еще к одной короче этой проводнице она короче лежит спит я сначала стучал хана так как приличный человек стучался стучался потом уже захожу к не начинаю и теребить реально теребить это короче дома она молодая как лежит и пускают прям слюни она вообще никакая открывает глаза и мне начинает говорить чё надо вот реально как чё надо короче я поднимаю кипиш там наверно на весь вагон там соседних вагонов сбежались то есть но что происходит ну вот представьте вы заплатили денег представьте вы заплатили денег и вы не можете попасть в свой вагон и вокруг все пьяные весь персонал который должен тебе обеспечивать комфорт поездки пьяный вообще в ноль они вообще ничего не соображали я начал требовать какие-то документы документы чтобы написать жалобу телефоны там начальника поезда и всего остального они как-то быстро все протрезвели эту неадекватную как бы я так понял успокоили вот в итоге открыли мне я где-то на полчаса может минут сорок потратил на вот эти вот выяснения все между вагонами но правда утром как шелковые ходили поняли короче шоу как бы был кипиш но вообще ну так вот сказать вот это ненормально ребята но люди тоже ездят как бы я еще думаю хорошо если водитель не такой если он тоже не под шофе там ведет поезда вот такое вот приключение интересно но правда по-хорошему мы уже там уходили выходили хотя это ненормально такого быть не должно когда проводники пьяны честно это просто днище кончено это не обслуживание то есть о чем у нас люди говорят о какой культуре у нас говорят у нас у нас у нас умудряются еще я поражаюсь у нас умудряются с кого-то смеяться у нас кого-то там еще смеются люди я просто посмотрел я в шоке блин я я не знаю что у нас обслуживание нету вообще у нас в стране вот я так вот понял на контрасте с польшей и причем что ну больше это не самая такая как бы страна как это сказать не самая передовая страна в плане обслуживания даже как мне объяснили что там в германии еще там лучше обслуживание но мне больше было так достаточно чтобы сравнить с украиной то что происходит у нас например с обслуживанием у нас обслуживания нету вообще у нас никто не обслуживает у нас ты платишь деньги и тебя еще обкладывают просто хуя за твои же день ты платишь деньги и тебя нахуй посылают то еще такое у нас обслуживание и то есть вот этот край который это меня вывел а это этот поезд в котором мы ехали и самое что поразительное люди многие от поезды потом я рассказывал за зал ожиданий когда зашли какая-то хрюша зашла с охранниками давайте давайте выходим выходим быстренько быстренько и все начинают уходить то есть такое отношение терпеть к себе люди вот у нас терпят тебе такое отношение свои же деньги платят чтобы над ними издевались или смеялись или я не знаю что я просто вот смотрю у нас у нас еще беда такая наверное всех вот этих подсоветских стран у нас каждый на своем месте царь я заметил то есть уборщица царь какой-нибудь там я не знаю охранник который двери открывает или яйца там в супермаркете стоит там эти яйца тухлые стар сторожит у него у него такой ебальник у него такой ебальник как вроде я не знаю как вроде он я не знаю государственного уровня безопасность какую-то там осуществляет и у нас люди нормально к этому относятся вот я заметил что то есть он у нас люди спокойно уходят спокойно реагируют на пьяных водителей у нас часто кстати в маршрутках водители синие едут у нас смеются на смешно лень какой он веселый там шутки траве был кстати от случай я не знаю деле в украине или в россии был шоу пьяного водителя он собирает деньги он везет людей все нормально на это реагирует у меня шумнил шумнил работу но наш умнил работу надо вот то есть все так вот я не знаю я прям что-то такой разъяренный на сервис то есть у нас сервис вообще отсутствует абсолютно отсутствует я вот ни в одном месте не был где мне показали хороший не ну вру есть конечно места но в основном это такие маленькие частные места где лично там хозяин следит за порядком а вот такие большие сети все остальное то есть кто не следит за этими продавцами например как они на тебя смотрят что не тебе говорят иногда что не позволяют в твой адрес там те же там охранники например то есть он ходит у него вид тут у нас вид вообще у охраны у охраны у обычной охраны у сторожей это даже не охрана это даже не там не security какой-то там не охрана уровня телохранителей каких-то там это это обычные я много я знаю нескольких вот раньше еще в донецке работали это обычные пацаны которые там бухают под подъездом пива обычные какие-то там полу разложившиеся на реки есть не есть нормальные люди но преимущественно такие вот которые я дел форму на себя на малину а не лед там все яйцов а бирже на месте это брат так смеялся у нас каждый царь и рожа важнее чем у тебя проще работа я не верю что плохая работа на чем у тебя проще работа стоя охранять тем у тебя морда серьезнее сколько такое было охранники то нельзя снимать нельзя такие грамотные все такой вид я же говорю охранников как вроде он телохранитель там президента я не знаю а он обычный сторож то есть это можно даже назвать от проще вот например это сторож вот так вот короче выместил все наверно на камеру просто но я не знаю если я не знаю просто почему люди ничего с этим не делают я не могу понять это честно не могу понять почему люди есть не возмущаются я я постоянно везде возмущаюсь не везде иногда знаете нету просто сил уже просто промолчишь идешь иногда просто уже доставать начинают эти ситуации все с этими придурками всем вот так